Они называют себя властелинами колес, занимаются спортом, пишут музыку, рисуют картины, фотографируют и в целом живут полноценной жизнью, несмотря на то, что относятся к категории людей с ограниченными возможностями. В Тверской области свыше 88 тысяч жителей с инвалидностью, часть из них колясочники. Казалось бы, им сложнее всего, однако оказавшись в таком положении, герои нашего сюжета не упали духом и продолжают жить полноценной жизнью. Как это им удается, расскажем в следующем материале выпуска. В России стереотип о том, что человек с инвалидностью для работы непригоден, наконец-то рассыпался. Это касается колясочников. Если человек ограничен в движении ног, это вовсе не значит, что он ограничен в ловкости рук или в творческих способностях. Такого же мнения жительница Твери Светлана Кукунова. У меня стоит первая группа и нерабочие, то есть там есть как бы категория. Я думаю, ну как же нерабочие, у меня же голова-то работает, несмотря на то, что как бы с руками, с ногами не все хорошо. Все это – последствия перелома шейных позвонков, полученных при прыжке в воду более 10 лет назад. Все, что могла Светлана в первое время после травмы – моргать. Ей пришлось даже заново учиться сидеть. Сейчас она может сама брать кружку с чаем и даже сделать себе макияж. Хотя для нее это стоит больших усилий. Долгий период я, собственно, как бы реабилитировалась. И уже дошла до определенного периода, когда поняла, что, наверное, это какой-то предел. Что, скорее всего, я уже не побегу никуда, но в плане на ногах. И надо каким-то образом уже реализовывать себя. Посидела, подумала, погадала, кем бы могла я работать через компьютер. Я выбрала из себя онлайн-школу и записалась на курсы веб-дизайнер. Пришлось по новой осваивать ноутбук. Компьютерная мышь оказалась не по силам. Но на ноутбуке есть тач-панель. Более того, несмотря на отсутствие чувствительности в пальцах, удалось приноровиться работать на клавиатуре. У Светланы восьмичасовой рабочий день. Иногда приходится задержаться у компьютера и до позднего вечера. Она удаленно оформляет сайты разным организациям. Уже появилась своя клиентская база. И никого из работодателей ни разу не смутил статус работника. Ведь для многих главный результат. А он есть. Впрочем, Светлана никогда не сидела на месте. До травмы занималась спортом. Работала делопроизводителем в крупной компании. В 18 лет она танцевала в шоу-балете. Потом я постоянно занималась различными видами спорта. У меня постоянно был активный образ жизни. И, наверное, мне это после травмы и дало такой толчок не сидеть на месте. Светлана старается посещать общественные места, кафе, спектакли, выезжать на прогулки. Тем более сейчас, как она отмечает, человек в коляске не так уж и привлекает внимание. Скорее наоборот, стали чаще предлагать помощь. А учреждения оборудуют входные группы пандусами. То, что ограниченные возможности здоровья совсем не преграда для самовыражения и полноценной жизни, доказали участники выставки работ декоративно-прикладного творчества. Здесь и фотоснимки, и картины, выполненные гуашью, вышивкой, стразами и фигурки из мыла и дерева и другие. Во многих, как сейчас говорят, благополучных странах людей с инвалидностью называют люди с повышенными потребностями, а у нас, к сожалению, люди с ограниченными возможностями. Так вот, нужно менять эту ситуацию и делать так, чтобы инвалиды чувствовали себя максимально комфортно, полноценными членами нашего общества. Тем более, что мы видим, что это люди творческие, люди активные. Экспозиция творческих работ была представлена в ОДК «Пролетарка». Здесь выставлялись работы участников разных возрастов со всей Тверской области, которые готовы доказывать обществу и миру, что отсутствие какой-либо физической функции, возможности ходить, видеть, слышать, совсем не преграда для саморазвития и полноценной жизни. Это люди с огромным творческим потенциалом и сильной волей, способные совершить, казалось бы, невозможное. И этому у них стоит поучиться.